Христос посреди нас, мои родные любимые христолюбчики, христолюбцы, все братцы, сестры во Христе, всем желаю радоваться и веселиться в Господе. Всем желаю возрастать и возрасти по внутреннему человеку в совершенный Христов возраст. Мы с Пум-Пумычем, да? Ну, вас приветствую. Какой ты хороший. Ну, ну, Пум-Пумыч, звезда Ютуба. Сегодня мы с вами будем говорить о... Пум-Пумыч всегда со мной, всегда-всегда, да? Мальчик мой, он меня не оставляет никогда нигде. Сегодня поговорим о так называемом страхе Божьем. Я что-то даже не помню, у меня ролик есть где-нибудь или нет, где-то был, по-моему. Может быть, в беседах, что ли, я что-то не помню. Да нет, на Лаве, по-моему, тоже есть у меня. И на Христолюбе, по-моему, где-то такой был. Я записывал когда-то. Ну, еще раз скажу, не помешает. Все еще насыется с этим, с рождением свыше. Я как раз ролик добавлю и в плейлист «Духовная жизнь. Рождение свыше» на Лаве есть у меня. Вот. Что такое страх-то Божий? Если ты боишься Бога животным страхом, страхом наказания, то на самом деле ты свыше не рожден. И Бог твой не отец, и Он тебе не любовь. Вот это какой-то тиран и гестаповец, который всегда тебя жаждет, жаждет твоего наказания, да? Мы все когда-то рождались. Бог придумал бытие, так скажем. Ну, Он не придумал, Он просто им является. Бог просто есть. Бог видим и невидим, да? И мы через видимый мир все можем познавать и невидимые. Вот рождаются дети. Ну, что они, боятся своих родителей? Вот такие вот комочки. Побольше, побольше. Ну, разве ребенок по-хорошему-то в 2-3 года боится своих родителей? Нет. В принципе, в чистом детском сознании, если взять как бы идеал, чтобы мы могли, мы себя не можем вспомнить в год, в два, в три. Вот если бы мы могли себя вспомнить, ведь чистое детское сознание не может ожидать зла. В принципе, личность, которая родилась и приходит в мир, она вообще не понимает, что есть зло. Она понимает только тогда, когда перед ней возникает источник зла, и это зло касается новой чистой личности в этом мире. И тогда личность, человек начинает познавать зло. В принципе, мы понимаем, что если на ребенка никогда не обидеть и не сделать ему зла, он не будет понимать. И ждать он внутри, по природе своей, даже не ждет зла. Представьте идеальных родителей, любящих все там. Разве ребенок может в 3 года, в 4, в 5 ожидать зла, что отец или мать замахнется и ударит? Нет, у него в голову такое не может прийти. Бог есть природа бытия, Бог есть свет, Бог есть любовь, Бог есть радость, Бог есть мир. И Бог есть сущность бытия, Он есть бытие, Он есть природа, Он есть все во всем, Он видим и невидим. Он альфа и омега, начало и конец, первый и последний. Из него все, к нему и от него. Когда начинает ребенок бояться родителей? Если они его обидят. И кого-то точно так же. В принципе, в теории, мы не ожидаем зла ниоткуда. То есть природа наша, она абсолютно светлая и чистая. И в принципе, природа в теорию, сам мир, по сути, он же не грешен. Сам мир не зол. Зло исходит только из свободного, свободомыслящего человеческого сердца. Оттуда исходят злые помышления, но, соответственно, они воплощаются в слове и в деле. Ну и духи. Духи тоже имеют свободу, как мы знаем, имеют какую-то природу, поэтому могут воздействовать на человека. Кто такие рожденные свыше? Рожденные свыше – это те, которые поняли, что Бог есть любовь, которые услышали эту благую весть и приняли ее. Все. Они не боятся Бога. Бог не судья. Бог не тиран. Бог – это любящий. Не судящий никого, как сказал Иисус, Бог пришедшего плоти. Отец. Вот кто такой Бог. Если ты это принял, если он тебе отец, ты родился свыше. Он не гестаповец, не тиран, не судья, не следователь, не следователь, не исследователь твоих мерзких дел. Он отец. Он родитель. Он и мать тебе, и отец. Все. Как Господь, помните, красиво говорил. Если мать оставит грудное дитя свое, что, в принципе, против природы, я, говорит, не оставлю тебя никогда. Сын, дай мне твое сердце. Если ты признаешь того Бога, которого проповедовал нам Иисус, сам Бог, воплотившись, шедший с небес, чтобы нам явно все открыть, а Иисус проповедовал Бога, он никогда не назвал Бога праведным судьей. Запомните это. Потому что это Евангелие. Вы никогда не найдете. Я никогда не утверждаю того, чего не исследовал сам. Более того, Иисус нам сказал обратное. Бог — это не судящий. Вы помните, как он говорил, отец не судит никого, Никодиму. Более того, он ему же говорил, что... Но весь суд отдал сыну, да? Но Бог так возлюбил мир, что отдал сына своего единородного. То есть Бог есть любовь. И Бог не судья. Мы сами осуждаемся. Бог придумал этапы жизни. После этого этапа будет новый этап жизни. Когда мы разрешимся, избавимся от этого тела греха, тела смерти. Как его Павел называл. Мы получим. Просто все, что у нас внутри, станет явно открыто. Мы сами кузнецы своего счастья. Мы сами строим свою будущую жизнь. Все эти протестантские бредни по поводу того, что... У них черно-белое мышление. Все. Спасен, не спасен. Все. Родился ребеночек и выкинули на помойку. Родился ребеночек. В коробочку 45-го размера положили и в шкафчик задвинули. Когда ты уверовал в то, что Бог есть любовь и ты, высшее творение, его образ и подобие, это только начало твоей новой жизни. Ты родился... Ты по-настоящему пришел в бытие сам. То Бог тебя привел, когда ты по плоти родился и дал тебе бытие. Он тебя не спрашивал. Бог не спрашивал, каким тебя делать. Красивым или, так скажем, уродливым. Сильно умным или глупым. Смекалистым или тормознутым. Да? По-настоящему. И можно сказать, ой, Бог несправедлив. Здесь такие есть. Почему ты, Бог, несправедлив? Вечно язычники и грешники задают этот вопрос Богу. Но мы теперь понимаем, что это лишь начало. Без этого никуда. Ну, каким-то нас Бог должен был в мир привести. И он приводит по своему усмотрению. Вот. Это лишь маленький этап жизни. За что тут роптать на Бога? Ну, какой-то ты не такой. Пусть ты даже родился без ноги. Ну, и что? Это маленький этап твоей жизни. Дальше вечность. Вечность, которой нет конца. И ты, человек, за эту кратенькую жизнь должен сам-сам слепить себя. Сам-сам. Ты будешь тем, какой ты. И ты уже, Богу, не сможешь ничего кричать, камни в небо кидать, как в мифах. Да что ты меня таким сделал? Ты сам будешь. Ты ничего ему не сможешь сказать. Ты получишь ровно то, что ты заслужил. И не Бог это будет там что-то раздавать, судить, там дела разбирать, слушать следователей, адвокатов. Нет. Все, что внутри, имеет вид. Любовь имеет какой-то вид или запах, или какие-то свойства. Все это как человек имеет все вот эти функции организма. Здоровый, ловкий, смелый, сильный, храбрый, добрый. Когда, как мы говорим, даже о невидимых чувствах человека, только все это еще будет и видно. Видно. Точно так же, как мы говорим, что есть красота тела, красота души. Если сейчас как бы красота души и сокрыта, то в будущем будет тело не душевное, как сейчас оно душевное, а еще и оно и телом смерти, одежкой тленной сокрыто. То будет тело духовное. То есть все, что у тебя в сердце, все будет наружу. Я приводил прекрасный пример нашего современности. Это проектор, из которого вылетает луч света, и на экране он отображает кино. Посмотрите, у меня ролики «Есть Бог видимый и невидимый» и «На христолюбе» и «На христолюб лаве». Еще раз я потом то же самое практически говорил. Два ролика. Если что, в комментарии пишите, я дам ссылки. Так я могу забыть, если кто не знает, как искать. «Бог видимый и невидимый» поищите на каналах «Лайф» и «На христолюбе». И это будет духовное тело. Это все, что ты видишь, а у тебя одни чистые благие мысли, они все видны на тебе. Ты абсолютно свет, ты абсолютный свет, ты абсолютная любовь, радость, мир, кротость. Все это будет. И ты сам это строишь. Не протестантский бредник, что это само получается. Ты сам, ты сам. Сам, сам. И сам будешь в ответе. Всегда. Бог дал тебе свободу. Бог сам свободой тебя сотворил по образу и подобию. И никто твоей свободы не нарушает. Точно так же, как мы своих детей. Они вроде бы наши дети, но мы хотим, чтобы они выросли, стали независимыми, свободными. Мы ничего от них не хотим. Мы хотим их выпустить на свободу. Ну, нормальные родители, чтобы они были самостоятельными, полноценными личностями. Не потому, что мы их из-под палки делаем хорошими, а чтобы они выросли и сами не творили зла. А не потому, что они сейчас боятся нас или там что-то еще. Или из-за потери какого-нибудь блага, приставки, что выключат. Нет, смартфон отнимут, да, не совершают зла. Нет, мы хотим их воспитать, чтобы они сами любили добро, святость, любовь. Ничего нового относительно Бога и к нас не происходит. Все то же самое. Бог хочет, чтобы мы были Ему подобны. Ибо Он нас создал. Он нас вдумал в дыхание жизни и дал бесценный дар человеку. Это свободу выбора. А это и есть моя личность. И совокупность этих выборов ежеминутных, ежесекундных, это и есть я. И это именно я. И это у меня никто не отнимет. И никто не может на это повлиять. Сам Бог, как философ древний говорил, напоминаю вам эту мудрость, с которой не хотели смеяться над Богом, на самом деле изрекали абсолютно истину. Может ли Бог создать камень, который не может поднять? Может. Это человек, этот камень. Бог его создал. Этот человек, эта личность, свободная личность, избирающая добро и зло, и Бог ее не нарушает, потому он и дал эту личность. Если он нарушит свободу, это будет не человек, это не будет образ и подобие Бога. Соответственно, поэтому дети-то... Поэтому, в принципе, протестанты те же самые меня хоть и тоже клюют за то, что я их клюю. Но я не их, а протестантские учения лживые эти. Разрушаю, как это делал Иисус тот же самый. Все эти бредни их, понадуманные, подменившие заповеди Божьи своим переданием. Максимум, на что их учение годится, это на младенчество в Христе. Потому что, конечно, вот как ребенок, он просто радуется, и он даже не мыслит, что Бог ему может зло сделать. И ему легко жить. Он правда творит дела любви, радуется жизни, уповает на Бога, пока у него все хорошо. А если плохо, поуповал две секунды, и Бог ему помог. Да, это младенчество. Но потом человек возрастает. И заметьте, родители все больше и больше. От грудного ребенка родители ничего. Нормальные родители не требуют, чтобы он им 10-литровые ведра воды из колодца таскал, когда он сам еще ребенок. Но по мере возрастания, дорогой, помой посуду, подмети пол, сходи в магазин, принеси ведро картошки. Больше, больше. Дорогой, а ты работать собираешься, сынок, ты лежишь на диване в компьютерной игрушке, тебе 20 лет, дылда. А маме помочь. И пошло-поехало. Так же и Господь. Чем ты возрастаешь, тем Господь больше отходит от тебя благодатью. Вы помните, что Иисус говорил на кресте? Отче. А молился он, как в саду. Это называется период богооставленности. И это высшая степень. Когда ты совсем не чувствуешь Бога. Как будто Бог тебя оставил. Как будто ты все преодолеваешь сам. А на самом деле ты просто на высшей степени. Иисус, будучи распинаем, на кресте говорит, Отче, почему ты оставил меня? Это высшая степень. Высшая степень. Это именно ты сам. Не проститанский бредник, что Бог все за тебя делает. Ты сам. Ты сам возрастаешь. Ты сам укрепляешься. Вначале тебе легко. Бог подает тебе все. Как мы маленьких детей. Но в оконцовке мы возрастаем. Чтоб ты сам. Бог хочет, чтобы мы были святы и совершенно пред Ним в любви. Сонастоятельно. В уповании. В радости. В долготерпении. В кротости. В смирении. Сами. Сами. Потихоньку. Потихоньку. Возрастали. Возрастали. Крепчали. Бог не жадный. Это не те пасторы, которые свою пасту только голова чуть-чуть выросла. Хирякс. Куда? Только чуть подрос. Хирякс большой саблей. Куда расти собрались? Нет. Бог не такой. И настоящие пастыри, учителя, они не такие. Они подражают своему учителю, а потом его ученикам, которые стали учителями и учили своих учеников, чтобы они выросли быстренько и опять делали новых учеников, их доводили до учительства, и те становились ученики-учителями. И им не жадно было. Они прекрасно помнили образ Иоанна Крестителя, который говорил, я лишь друг жениха. И я радуюсь и умоляюсь, когда невеста видит своего жениха и подходит к нему и готовится к брачному пиру со Христом. Это прекрасный образ. Как Иоанн Креститель молодец, это в Духе Святом сказал. Каждый пастырь должен об этом помнить. Каждый учитель. Образ этого друга жениха. Не вздумать взлезть на койку друга своего. Не вздумать. Это не твоя невеста, это невеста твоего друга. Твое дело подвести, украсить ее. Подвести символ апостольства, украсить символ учительства. Научить человеку, как Господь говорил, соблюдать все, что Иисус повелевал. Благословлять, благотворить, долготерпеть. Не тщеславиться, не превозноситься. Научить, подвести красивую невесту к своему жениху ее подвести. И умолиться, и радоваться, что оба счастливы. И невеста, и жених. Вот он, прекрасный образ. Вы такой увидите в сектах, в системах. Нет, там что ты. Только невеста чуть решила умом блеснуть. А это тоже красота. Мудрость. Бог есть мудрость. Бог есть логос. Хирякс. Нету вершка. А там и голову не пощадят, если поднимешь. Вот она, система. Господь пришел освободить пленных на свободу, измученных. Они опять их запихнули в коробочку 45-го размера. Настоящее дитё Божье, оно не боит своих родителей. Но приходит возраст. И я всем рассказываю, у меня был прекрасный случай в жизни. Я не знаю, надо у папы честно спросить, созвонимся, если не забуду, спрошу, помнит ли он его. Девятый класс, сколько мне лет-то я в 16 закончил, одиннадцатый, мне, соответственно, 14 лет. Девятый, по-моему, или восьмой. Восьмой, мне 13 лет, наверное. Это, по-моему, был восьмой класс. Девятый, не может быть девятый, мне уже вообще было все по барабану. Восьмой, наверное, класс, точно. И была приставка у меня, Дэнди. Ну, это, я говорю, это еще возраст достаточно. Да и до сих пор мужики-то играются. А уж, что там говорить-то. Вот, был под Новый год, школа. Мы обычно вместе там симуляли, гуляли. Была суббота. Папа у меня по субботам всегда был дом по воскресеньям. Он военный, в основном была пятидневка. И поэтому, если в будние дни я бы вообще дома оставался, родители на работу. Школа была в 8.30 рядом с домом. А родители уходили в 8. Можно было вообще из дома не выходить. И уроки раньше заканчивали, здесь родители приходили позже. В принципе, можно было прогулять и вообще сказать, да, был бы в школе. А самому даже из дома не выходить. Ну, так сделаешь, видишь, из кровати встанешь, потому что ты к этому времени должен собраться. Позавтракаешь, а сам никуда не пойдешь. Жалко, папа не слушает мои блоги. Но я у него спрошу, мне прямо интересно. И вот в 8 класс. Я решил один погулять, не хотел никого друзей. Что-то мы обычно созванивались. Там телефон уже были домашние. Могли вместе выходить или где-то там на углах встречаться, я помню. Я один пошел, была зима, дубильник под Новый год. У нас уже ставили везде домофоны в домах, в высокоэтажках. Я жил в Воронеже, особо нигде. Я что-то погулял, урок или два, и все. Я уже замерз, как собака подворотни, дворовая. Ну и пошел домой. Ну, прихожу, отец дома. Ну, в 8 класс. В 9, я говорю, уже все, мне уже все было. 9, 10, 11, мы уже выросли как-то, не знаю. Уже такие были бычки. Вот, всех своих сверстников помню. И вот 8 класс. Я прихожу, отец говорит, ну что, как в школе дела? Я говорю, да все нормально. Что рано так? Да отпустили там или что-то я не помню. Урока не было. А что, говорит, классный руководитель созвонил, сказал, у тебя в школе не было. В 8 класс. В принципе, мне 13 лет. Я уже достаточно вырос, уже все. Со мной такое было. Это вот я, видите, до сих пор запомнил. 13, мне 35. Много всего было же в жизни и с родителями. Вот я помню этот случай. Это был переломный момент. Вот этого какого-то страха. В принципе, я говорю, конечно, еще мы все время надо... Бог есть совершенство, Бог есть святость. То, что я вам говорил о детях, конечно, с родителями не так. Вот этого чувства бесстрашия ты вообще не помнишь. Но я не помню. До трех себя лет, до пяти. Как твоя чистая душа еще ничего не боится, улыбается. Вот как на младенца. У меня своих детей нет. Как смотрят им. Что там у них в душе? Там чистота пока. Как говорят ангелочки. Ангелочки, да? Мы себя не можем помнить. Но потом, конечно, и родители несовершенны. Мы люди грешные. Тем более у меня родители вообще нерелигиозные. Да и в этом-то ли суть. Вот. Ну, при этом родители у меня хорошие. Я очень их люблю. Вот. Они меня тоже, насколько я знаю и верю. И на себе испытываю ихнюю любовь. Вот. И. Ну, потом, конечно, всякое бывает. Я помню, даже папа казался таким страшным. Ну, не страшным, а он мне такой был высокий. Сейчас-то он уже вниз-то идет все-таки за 60 лет. Такой красивый, военный. Не курил, не пил. Спортивный всегда был. Вот. Ну, конечно, в семье-то он уже спортом не занимался. А в юности он много занимался, тоже говорил. Вот. И, конечно, я всегда на него так смотрел. Голос такой. Вот. Ну, в принципе, я копия папы. Можете на меня посмотреть. Внешне, по крайней мере, практически. Вот. И. Ну, это уже было. Уже прошли эти где-то там третий, пятый, седьмой классы. Когда действительно папа мог что-нибудь заправить койку. Устанет, что я ничего не делаю. Да, там. Или уберите в комнате. Конечно, было. Что-то на улице шкодили. Курил я уже с детства, с третьего класса. Уже впаливали там. Или как это называется. Вот. Ругали. Ну, никогда руки не поднимали. Вот. Я говорю, у меня родители очень хорошие в этом плане. Вот. Ну, ругали. То есть ты еще боишься. За это поймать. За то что-то шкодили. Конечно, что-то разбивали где-то. Где-то нас, по-моему, приводили куда-то. Ну, в милицию мы, по-моему, не попадали. Вот. То есть вот такая жизнь у меня. Средничковая была. И вот этот восьмой класс. Тринадцать лет. Сделать он мне. Я понимал уже, в принципе. Ну, что он мне сделает? Ну, восьмой класс. Я говорю, я уже так. Переходный такой момент. Я говорю, в девятом уже вообще все. И, честно, с трудом закончил. Помню. Но я вам рассказывал свою жизнь. Вот. Ну, не с трудом, но так тоже. Могли за что-нибудь. Я говорю, за хулиганство какое-нибудь выгнать тоже. Мы уже шабутили по полной программе. Мы уже так наплевательски отношились и к учителям, и к всему, к этому процессу. Вот. А это восьмой класс. Да. Потом, он говорит, пошли в школу. Тут же оделся. Я, может, не раздевался. Я же не помню. Ну, пошли. Все. Классуха там. Втык дала. Папа постоял. Да. Сказал мне, вот ты нехороший негодяй. Был Новый год. У меня еще и день рождения 3-го числа января. Я, по-моему, знал или догадывался. Мне должны были картридж подарить. И меня его лишили. Вот. Мне ничего не надо было. Ни картриджа. Ничего. Вот этот момент в моей жизни был переломный. Честно, когда он мне вот это сказал, типа, а что классуха звонила? У меня такая была стыдоба. Естественно, у меня даже сейчас ком в горло подкатывает. Я не знал, куда деться. Мне так стало стыдно. Впервые в жизни. Я его не боялся уже. Я это тогда понял. Мне просто стало стыдно. Хотел спровалиться сквозь землю. Потому что я обманул его. Более того, он как-то еще так спросил. Я как-то так рассказал. Короче, я ему брешу прямо в лицо. Он так послушал, головой покивал. Говорит, да, а что классуха звонила? Деться некуда. Тут пол, тут стены, тут квартира. Хоть беги. На улице морожь. Вот это чувство. Вот я его запомнил. Бог мне, видимо, на сердце его держит. Я запомнил его. Ну, я запомнил. Бог прилепил. Прекрасное чувство. Чувство ужасное. И прекрасное то, что я его помню. Вот это чувство переходного момента. Ты хочешь быть святым. Больше я никогда в жизни ему не врал. Папа у меня сам честный. Сам никого никогда не обманывает. Вот. Вот то же самое применительно духовное. Да, есть момент. Ты младенец. Ты только покаялся. Все знают, кто проходил покаяние. Это и рыдание, и слезы на коленах. У кого месяц, два, год. У меня у самого было затяжное. Около двух лет. Хотя ты чувствуешь Бога любовь. Ты сам просто... Тут тоже такое... Ну, не все можно прям совсем проецировать. Все-таки это плоть. Младенцы там, да? Ну, действительно, ты летаешь на крыльях. Ты, возможно, от этого своего покаяния, у греховности хочешь весь мир обнять. У всех попрощить прощения. Жить никого не трогай. Вот так приземлено, как мне сейчас тычут. Ты гордый. Ты такой весь. Да. Я вырос. Духовно вырос. У меня другая степень. Меня за эти слова тоже тычут. Ну, тычьте. Если пятиклассник будет профессору кричать, вы гордый, потому что вы с кафедрой учите меня, это, конечно, глупость. Здесь то же самое. Я прожил свое. Господь Иисус и Иоанн Креститель, и потом апостол в 30 лет вышли на служение и учили стариков. Никодима. Вот. Поэтому дело не в возрасте, а в том, какую жизнь ты прожил. У меня, как я всем говорю, пятилетка за два дня. Я человек горячий, я во все с головой бросаюсь, и в покаяние свое я бросился точно так же. Я вот вам буду рассказывать, какую жизнь я прожил-то там. Дошел я до покаяния, еще никак ролик не запишу. Конечно, этот этап проходит. И вот потом ты приходишь в этот этап, когда ты... Это тоже, конечно, рождение свыше, когда ты просто чувствуешь, тебе, конечно, все само получается. И любить, и радоваться, и мирствовать, и кроткий ты ни на кого не... Ты живешь как ниже травы, тише воды. Но все это потом проходит, если ты идешь путем, если ты действительно растешь. Никак, я говорю, придумали черно-белую, спасен, не спасен. Да нет, родные. Жизнь — это движение. Спасение только начало. Ты выплыл на берег, ты что дальше будешь делать? Помрешь там на этом берегу, что ли? Для чего ты там спасался? А теперь надо трудиться, дом строить, хозяйство заводить, семью, детей. Вот это протестантское черно-белое мышление меня вообще поражает. Все Евангелие говорит нам о духовном возрасте, о бесконечном духовном человеческом совершенстве, к какому призывал нас Господь. И достигнуть его невозможно будет даже в будущие века. Бог свят, Бог совершенствует, Бог непостижим. Но при этом к Нему можно бесконечно стремиться, и в этом радость жизни. Покажи тебе конец, конец — это смерть, нет конца. И, конечно же, когда я пережил Бога, я знаю, что я родился свыше, все это началось. Но единственное, есть еще этап, почему человеку легко не грешить, который живет в Боге, который ощущает его, который знает, что он рядом, который внутри него. И это, кстати, чувство неописуемо, его невозможно описать на бумажке, даже вот что ты чувствуешь. Это просто чувство присутствия кого-то. Вот как ты знаешь, что у тебя там в соседней комнате человек. Ты же знаешь, ты видел, что он зашел. Ты его, в принципе, сейчас не видишь. Может, он вышел. Но ты знаешь, что он зашел. Выхода оттуда нет, ты знаешь, да, только через эту дверь. Допустим, там окон нет. Ну, вы понимаете, о чем я, да? Ну, вот в туалет зашел. Там нету обычно в какой-нибудь даже общественной. Там уже нет. Одна обычно дверь. И окон обычно нет. Вот он зашел в кабинку. Я какие-то грубые вещи беру, ну, чтобы было понятно. Ты же знаешь, что нет выхода, да. И ты знаешь, что он там. Ты его не видишь, этого человека. Ну, я говорю, вот домашняя комната. Вот я жил в квартире в панельном доме, восьмой этаж, да. Я же знаю, что вот мама с папой или там сестра не спрыгнет с окна, да, восьмой этаж. То есть я знаю, что она в комнате. Детский ей некуда. Я ее не вижу, но я знаю. Я слышал, как она зашел в комнату, еще не выходила. Вот это так. В тебя Бог раз входит, и все. Я когда покаялся, в меня Бог вошел. Я знаю, это реально, почему я так и свидетельствую, и евангелизирую. Да потому что это правда. Это правда. Бог говорил иудеям, разрушьте этот храм культовый, и я в три дня воздвигну его. И это правда происходит. Почему я по его образу делаю то же самое. Вот. Разрушьте все эти капища. Вы никогда не познайте истинного Бога. Вы никогда не бросите грех, если вы будете все время думать, что Бог где-то внешне. Бог внутри тебя. И это пережить можно только, только это все разрушив. Это призывал к этому Су. С этого начинается Евангелие от Тана. Бог в тебя входит. Тебе становится стыдно. Я в тот день бросил все. Пить, курить, заниматься непотребствами, матершину. Все. Мне просто, я чувствую, я ощутил вот тот свой день с моим Папой по плоти. В тот день, когда я покаялся, и Бог вошел в меня. Ну, Бог, понятно, мы по природе все Ему причастны. Но в тебе раскрылся Христос с зачатком. Ты зачался. Все. Ты ощущаешь, что ты не можешь. Ты не можешь грешить, но не потому, что ты не можешь, ты не хочешь. Мне стало так стыдно. Я подумал, как это я вот так стою перед цибаркой. Я чувствую внутри себя свет и радость, святость. Но я чувствую его и понаружу. Бог-то всячески во всем. Я снаружи его чувствую, как отца, внутри, как сына, как Христа. Все. Если я сонаследний Христу. Я же влюбился в него. Я всем рассказывал и прочитал в Евангелии. Для меня это совершенный пример для подражания. Совершенный. Как в детстве были кумиры, там до 15 лет какие-нибудь атлеты. Арнольды, Шварценеггеры. Там, да. Потом никаких кумиров у тебя нету. Ты сам вырос, ты сам себе кумир и идол. Все. В 27 лет я понимаю, вот мой кумир. Вот мой пример. Но он-то Христос во плоти, как сын нам открыт. Да, хотя это тот же самый Бог. И ты понимаешь, я хочу быть таким. Ну и да. И ты чувствуешь Отца Небесного. Все. Я не могу, как-то Христос ходил, а я тут с соской стою. Или там пью, или развратничаю, или еще что-то. Или матюкаюсь. Я в Евангелии читал, там не было матюков. Это вот в тот день, но это я вам еще буду рассказывать в моей жизни. Хотел сегодня о страхе Божьем. Ну так, я проповедь не планирую, рвать сердце к сердцу, говорю. Все. И потом это чувство у меня просто нарастало. Все больше, 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 больше. Ты растешь, и ты все больше, больше. Вот. Да, Господь от тебя отдаляется. Потом многие вещи ты начинаешь понуждать себя, я говорю. Это не так, как там протестанты рассказывают, я все, это я в Духе Святом хочу делать добро. Да нет, родной. Я целыми днями кулак понуждаю себя в кармане разжать. Ко мне люди обращаться сейчас все чаще и чаще стали. Да и всю жизнь это было. Каждый раз с собой борешься. Вон там, поносит, жалит целыми днями. Ты держишься, а ты благословляешь. Это труд вечный. Не так, как они там эту какую-то благодать проповедуют. Значит, ничего не делают. Это только может рассказать человек, который ничего никогда не делал. Мне сказки рассказывать не надо. Вот. И ты, конечно, уже какой, какой тебе грех, тебе, ты не грешишь не потому, что ты, у тебя благодать какая-то. Это в ребенке благодать, в младенчестве, во Христе, да, в год, в ребеночке. И в тебе, раз ты только вчера покаялся. А потом, извини, когда ты вырос, ты сам будешь. Вот. Но это единственное сам легко будет делать, тут я согласен со всеми, даже протестантами, когда ты действительно, это просто, вернее, я считаю, что это легко, потому что, если ты действительно любишь, полюбил святость, если ты действительно признал Бога святым, раз, вечным, два, отцом, три, любовью, четыре, благостью, миром, кротостью, смирением, бесконечностью, да, всем вот этим ты становишься, тебе становится просто стыдно жить, и более того, это чувство ненадуманное, я говорю, это все настолько у тебя внутри, что ты так живешь просто, вот и все. Это не внешние законы, ты не боишься внешнего обличения, ты понимаешь, что невозможно спрятаться от Бога, тебе не нужен попа или пастырь, которому надо пойти поисповедаться, ты следишь за собой все время, а если грешишь, тут же каешься, тут же, обидел кого-то, да, тут же, что-то там не сделал, это норма жизни, вот, вот что такое страх Божий, настоящий страх, это страх, вот этот, это стыд, есть такое слово, вот это вот настоящий, вот этот стыд перед Богом, да, вот это настоящий страх Божий, это страх Божий, стыд, это рожденного человека, вот, а все это животный страх, когда вот там пугают, и вы ведетесь, знаете, про Малахи, про это, что Богу что-то нужно от тебе материальное, Господи, что носить куда-то, что делать, что даже вот эти прославления, какие-то, да Богу ничего, от тебя вообще не надо, все эти концерты придумали люди, что православные, католические, что протестантские, это все люди, это все самовольное служение, приближает он тебя к Богу, да не на грамм, все, что Богу нужно, чтобы дети в его доме, а все мы дети на земле по плоти, от Адама и Евы, любили друг друга, вот и все, а если в тебе животный страх чего-то внешнего, если ты не чувствуешь вот это внутреннего чувства стыда, чувства обличения, когда ты совершаешь зло, ты вообще-то еще даже не то, что ты не зачался, ты не родился, тем более, так что вот так вот, поэтому, когда вам там всякими страхами божьими, внешними, запугивают что-то там, вот, и не пугайтесь, и не смущайтесь, когда на вас это не действует, потому что они сами, да Бог не знают, которые так запугивают, они сами живут по внешнему, пока закону, они внутреннего закона не имеют в себе написано, на скрижалях сердце, поэтому и вас запугивают, а тот, кто внутренне живет, тот, кто дитё Божье, никогда вас запугивать не будет, потому что он сам понимает, как и Христос этого не делал, так и настоящие его братья и сестры, так скажем, да, дети Божьи, они других запугивать не будут, потому что этого не делал Иисус, это не евангельский путь, вот, это призыв к добровольной святости, как делал Иисус, вот и все, Иисус никогда не пугал, Иисус только предупреждал, что в задуманные его этапы жизни каждый будет получать то, что он заслуживает, вот и все, и лучше эти этапы не испытывать, Господь сказал, что можно покаяться, и в аду, Господь притчу нам рассказывал, что да, можно отдать, и выйти оттуда, и отдать сюда последние копейки в аду, и выйти оттуда, но я всем говорю, я боюсь, даже раз Господь не сказал это приточно, я боюсь подумать, каким образом там можно все отдать, и когда, и как выйти, как Павел писал, что со славой, или спастись как бы из огня, это все только сказка, когда говорят, ой, да ладно, я потом в аду пожарюсь, выйду, да, ну-ка в тюрьму-ка, в русскую, особенно, у нас тюрьмы жестокие, куда-нибудь, на какой-нибудь, как там, я уже забыл, называются-то эти острова-то, там на севере у нас есть, ну-ка, туда-ка, на недельку, ох, там повеселишься, только сказки все, это люди, которые, и им все равно, и хоть запугивай, хоть конфеты, они просто посмеются над тобой, но Иисус этого не делал, Иисус и говорил, да, что смотри, человек, ты сам будешь виновен в своей участи, но Иисус никогда не угрожал, не проклинал, вот, мы, дети Божьи, делаем то же самое, поэтому мы проповедуем любовь, любовь, Бога, любовь, а Бог есть природа, бытия, сущность, бытия, сущность, бытия, любовь, все эти, как это там говорят, да это какие-то пути, это там, как они там говорят, потому что не помню, какие-то костыли у них там, закон или куль, да, ну, это ваши костыли, вы так и будете хромать, до гробовой доски, Иисус никаких костылей нам не давал, Иисус дал нам простые, простые тапочки, мука, скороходы, можешь взлетать сразу на небо, люби ближнего, вот и все, сколько тебе пожить-то ты будешь на костылях ходить, может ты завтра отойдешь, куда вопрос, к спасителю или к тем, который с радостью тебя будет на вертеле крутить, вот так вот, так что страх Божий настоящий, рожденных свыше, это стыд, это стыд перед Богом, причем который не вызывается какими-то внешними там, или раз в недельными похождениями, куда-то, где ты там тоже себя выдавливаешь слезу, и это чувство, на самом деле понимаешь, что занимаешься полной ерундой, а когда ты реально, ну, я говорю, вот это описывать словами очень тяжело, человек просто живет, это Бог живой, Он знает, что Он всегда вот вокруг, все, что ты сейчас говоришь, ты чувствуешь, ты анализируешь каждое свое слово, да, мы погрешаем, в слове часто, в делах редко, можем свалиться, хотя мы можем прийти в совершенную степень, Иисус об этом говорил, а Иисус не мог врать, но у каждого свои меры, плюс не надо никогда, уж тем более удручаться, потому что отчаяние тоже от сатаны, не надо думать, что если мы в этой жизни не достигли совершенства, все, караул, как у протестантов, черное-белое, все, спасен или не спасен, и там будет и развитие, и все, но надо стремиться, как Павел прекрасно сказал, познав эту сущность, говорит, я, говорит, в себе хоть и не знаю ничего, но, говорит, я об этом даже не думаю, я не думаю о том, что было вчера у меня, забываю заднее, как он говорил, а думаю только, и, говорит, не мечтаю о будущем, да, а простираюсь сегодня, достигнуть, как достиг меня Христос, достигнуть совершенства, так что вот так вот, ну, в общем, вот так вот как-то я размыто, может быть, о страхе Божьем поговорил, я говорю, какие-то у меня еще ролики были, но смысл тот же самый, я, в принципе, ничего нового не сказал, я где-то говорил, я, может, если найду, тогда еще, может, к этому ролику ссылку добавлю, ну, все, в принципе, о заповедях я вам все равно косвенно говорил, но напомню еще раз, вспомните одну, единственную Божью заповедь, это любовь, вот, и это слово одно, это свойство, это природа Бога, а проявляется она в разных делах и словах, надо тоже не забывать, а то иногда тычет, какая у тебя любовь, вот так, вот так, вот культы наши поносишь, ну, Иисус занимался тем же самым, о, какие у меня, какие-то птички прилетели, необычные две штуки, ох, я бы вам показал, ну, ладно, какие-то перепилы, что ли, прикольно, ну, все, всех целую, всех обнимаю, пока-пока, пишите ваши комментарии, мысли, размышления, каждую субботу в 15.00, я буду отвечать на канале Христалю Плавь, прямой трансляции, ну, и зачитывать интересные комментарии, ставьте лайк, если ролик понравился, кому полезно, отрадно, назидательно, мое служение, и поделитесь им обязательно с теми, кто алчат и жаждет истинной, евангельской, Христовой правды, я вас всех нежно целую, крепко обнимаю, все полезные ссылки всегда в описании к ролику, все мои контакты, пока-пока.